Вместо лагеря для одаренных детей заповедник для миллионеров. В Челябинской области на этой неделе задержан высокопоставленный в прошлом чиновник. Илья Пруцких может быть причастен к незаконному возведению вип-поселка на берегу заповедного озера. Александр Наумов продолжит. Увельдинская рублевка, как и настоящая подмосковная, скрыта от посторонних глаз лесом и высоким забором. Это место прозвали заповедником миллионеров. Памятник природы находится в федеральной собственности и попасть на его территорию непросто. Внутри коттеджи известных челябинских чиновников, депутатов и бизнесменов. Вот дом бывшего вице-губернатора Александра Уфимцева. А это все, что осталось от усадьбы его соседа, другого бывшего вице-губернатора Олега Грачева. Коттедж разобрали по решению суда. Он признал застройки незаконными. Под снос пойдет и дом бывшего сопредседателя челябинского штаба ОНФ и деревянный терем депутата местного ЗАГС Собрания. Всего в списке 10 объектов недвижимости. Прокуратурой Челябинской области направлено 10 исковых заявлений о признании объектов самовольными постройками, об обязании осуществить их демонтаж и прекращение права собственности на объекты. На месте, где до недавнего времени проводили досуг чиновники, должны были отдыхать школьники. Участок земли на берегу живописного озера изначально выделялся для строительства детского лагеря. В результате хитроумной схемы природоохранные земли оказались в частной собственности, а челябинские школьники лишились дополнительного места отдыха. Путевок в местные лагеря на всех желающих не хватает. Хотели поехать куда-то в загородный лагерь, отдохнуть на природе, но просто нет мест. Видимо, путевки нужно было еще с зимы покупать. Ну, что делать? Встанемся в городе, будем гулять здесь. Запутанный клубок махинаций с документами пришлось распутывать сотрудникам региональных управлений ФСБ, МВД и прокуратуры. Ниточка привела к Илье Пруцких, бывшему высокопоставленному сотруднику челябинского министерства экологии. Он якобы и курировал застройку курортной земли. Следователи полагают, что в заботах о власть имущих Пруцких не забыл и о себе любимом. По некоторым данным, это и есть дом Ильи Пруцких. Он записан на его гражданскую жену. Суд вынес решение о сносе, однако, как видим, изба до сих пор стоит на своем месте. Предприимчивый чиновник быстро лишился доходного министерского места. Говорят, его уволили из госслужбы из-за поддельного диплома. Но Пруцких не растерялся. Основал сельхозпредприятие. Через него, вероятно, и были проданы челябинским ВИПом заповедные участки земли. В соседях у Ильи Пруцких оказались соратники бывшего губернатора Михаила Юревича. Ныне фигуранта уголовного дела о крупной взятке в истории России. Почти в 3,5 миллиарда рублей. Особенно при Михаиле Юревиче это была такая мощная атака по захвату окончательных этих участков. Там были нарушены подходы простых людей к воде. Появились целые платформы парусных лотов и так далее. Загаженность появилась и так далее. На это не смотрели. Аресты начались еще в прошлом году. В октябре был задержан Виталий Багверадзе, директор организации, выступавший заказчиком строительства детского лагеря. В марте 2018 в превышении должностных полномочий обвинили главу района, который по данным следствия подписывал разрешение на строительство коттеджного поселка. На этой неделе меру пресечения избрали Илье Пруцких. В суде он чувствовал себя явно некомфортно. Отворачивался и закрывал лицо капюшоном. По версии следствия в период 2008-2009 годов подозреваемым путем обмана было получено право пользование земельным участком, входящим в категорию защитных лесов, вблизи памятника природы озера Увельды. После возбуждения скандальных уголовных дел, многие высокопоставленные владельцы коттеджей поспешили объявить себя обманутыми. Мол, никогда не купили бы участки, если бы знали, что они предназначались для детей. Есть информация, что задержанный Илья Пруцких уже начал давать очень интересные для следствия показания, которые могут пролить свет на то, какую роль играли так называемые инвесторы заповедника миллионеров. Александр Наумов, Роман Хатимов и Вадим Аюпов. Вести. Дежурная часть. Челябинская область.